Фестиваль Вивата Перетта завершил свою работу. Его финал получился ярким и запоминающимся. Магнитогорцем была представлена оперетта Имра Кальмана «Мистер Икс». Ведущие партии в ней исполнили артисты Екатеринбургского и Новоуральского театров Андрея Польский и Александр Янушевский. Выбор именно этих исполнителей стал для спектакля большой удачей. Вливание свежей крови помогло опереть и обрести новое дыхание, заставив публику заново влюбиться в героев и мелодии знаменитого венгерского сочинителя. Цирк вновь зажигает огни. Эту знаменитую оперетту Магнитогорской оперной играет уже 13 сезон подряд и она по-прежнему собирает залы. Секрет такого успеха прост. Это взятый за основу спектакля литературный текст из известного советского фильма с участием Георга Отца и волнующая душу исполнения. Главные партии в оперете всегда пели сильные голоса, поэтому с фестивальным исполнением «Мистера Икса» определились не сразу. Определились не сразу, потому что режиссер спектакля Владимир Полторак упорно настаивал. Представить зрителю нового «Мистера Икса» мало. Есть актер, который в настоящий шедевр превратит роль второго плана в знаменитого пеликана. Его выступление будет подарком не только зрителям, но и труппе, став своеобразным мастер-классом. Однако к таким лестным отзывам сам Александр Юнышевский отнесся весьма скептически. Приехав таки на фестиваль, он огорошил журналистов неожиданным признанием. У меня высшее физкультурное образование, театрального никакого. И как я попал в театр, я не понимаю. Я тренер по баскетболу. Немало удивил и будущий «Мистер Икс» в лице Екатеринбуржца Андрея Апульского, чье образование, как показалось поначалу, также не вписывалось в формат музыкального театра. Я заканчивал физмат в школе, потом я еще учился в политехническом университете. Я полгода даже проучился в сельхозе, в консерваторию. Пытался, мне там чуть ли не откровенно сказали, иди-ка ты мальчик в ГИТИС. Я не знаю, видимо из-за того, что я в шорт пришел. Пока мы ломали голову, что же за спектакль нас ждет, гости примеряли костюмы. Здесь неожиданно выяснилось, что благодаря Андрею Апульскому, магнитогорцы впервые за много лет смогут увидеть костюм мистера Икса, сшитый для самого первого премьерного состава спектакля. Это худенький у вас был мистер Икс. У нас был слесарь. Сколько уже не одевался этот костюм? Целиком. Я думаю, лет семь точно. Однако зрителю Андрей смог представить все же не только костюм, но и новый образ мистера Икса, который оказался обладателем бархатного лирического баритона с очень хорошими верхними нотами. Очень благородный, честный, глубоко страдающий персонаж Андрея Апульского казалось, не играл, а жил на сцене. Такую великолепную актерскую выучку гостю, как выяснилось, дал тот самый Гитис, который он закончил с отличием. Однако очаровывать публику и царить на сцене мистеру Иксу пришлось недолго. Первый же выход «Пеликана» буквально поднял зал на дыбы. И вот этот поросеночек рот, рот, рот. И выросла такая большая сири. Стоп! Чириная девичка. Бывший тренер по баскетболу оказался не только великолепным актером, но и прирожденным комиком. Зал взрывался после каждой его фразы. Позже Александр Иосифович признался, что этому способствовал его 50-летний роман с театром. Отдающий своему персонажу всего себя, Александр Янушевский увлек за собой и всю труппу Магнитогорского театра, заставив публику заново влюбиться в героев и мелодии знаменитого венгерского сочинителя. Татьяна Артенко, Олег Карпенко, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.